Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесенбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию свой обзор по техническому анализу отдельных инструментов. Сегодня среда, 11 марта, середина недели, и в центре нашего внимания находится валютная пара доллар-канадец, которая, возможно, развернется вниз. Особо надо отметить динамику нефти, где в понедельник прошло сильное обрушение почти на 30%, откуда она сейчас постепенно восстанавливается. Также рассмотрим золото, которое пока консолидируется, но прошлый прогноз на снижение пока еще сохраняет свою силу. Будем уточнять возможную траекторию движения. Итак, поехали! Канадец продолжил ослабление с момента последнего обзора на фоне обрушения цен на нефть. Пара сильно выросла до уровня 1.3793, вопреки предыдущему прогнозу на разворотное снижение. Однако на текущий момент цена, достигнув обозначенный выше уровень 1.3793, похоже, встретила сопротивление со стороны продавцов, что позволило ей начать корректироваться, учитывая тот факт, что нефть предположительно достигла своего дна и может начать расти. Не исключено, что и по канадцу может начаться снижение. В идеале, если цена для подтверждения этого сценария снова протестирует сопротивление на 1.3793, и, отбившись от него, начнет снижаться. В этом случае ближайшим целевым уровнем выступает диапазон отметок от 1.3443 до 1.3377. Отмена сценария состоится в случае продолжения роста и закрепления выше разворотного уровня на 1.3870. Ну а золото пока продолжает консолидироваться после достижения локального максимума в районе 1.703, откуда начало снижаться, достигнув уровня поддержки в районе 1.654, где и торгуется в настоящий момент. Динамики цены металла заметно снижены, что свидетельствует о флетовой фазе, за которой может последовать импульс. Поэтому целевые значения остаются такими же, как и в прошлом обзоре. Предположительно, текущее снижение может продолжиться в виде еще одной волны вниз. Не исключен ретест уровня сопротивления на 1.689, отбой от которого направит цену в целевой диапазон на 1.611-1.588. В свою очередь продолжение роста выше максимума на 1.703, где расположен разворотный уровень, отменяет данный прогноз и дает сигнал на продолжение восходящего тренда. Ну и наконец, после сильного обрушения, цена на нефть марки Brent постепенно восстанавливается. После обозначения минимума в районе уровня 1.3185, нефть скорректировалась до отметки 40 долларов, отметившись немного ниже на отметке 1.3980. Полагаю, потенциал коррекционного роста еще до конца не исчерпан и есть вероятность, как минимум, еще одной восходящей волны. Оттверждением данного сценария является удержание выше минимума 1.3185, где расположен сильный уровень поддержки, который в том числе сдерживал дальнейшую снижение в истории. Не исключен вероятный ретест этого уровня и сигнал на рост усилится, если цена совершит отбой от уровня и позволит ей направиться к целевому диапазону на 41.21-44.29. В свою очередь отмена сценария состоится при снижении ниже разворотного уровня на отметке 29.61. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем удачной и профитной недели, всем пока.